Давайте будем начинать. У нас случился переломный момент. Переломный момент заключается в том, что когда Сократ заканчивает свою речь и говорит, ну это может похвала, а может не похвала, все радуются и только один человек начинает выражать свое несогласие. Аристофан, в отличие от всех остальных, услышал, что это ответ ему, в том числе ему. И он один недоволен тем фактом, что Сократ напал на него. Но как только он захочет вступить с Сократом в полемику, происходит случайность, некая вдруг. Это вдруг останавливает полемику Сократа и Аристофана. Это вдруг останавливает полемику поэзии и философии. Это вдруг, конечно, политическое вдруг. А когда Сократ закончился, стали его хвалить? Ага. Его. Ну, говорил дядюку. Ну да, конечно. В смысле, а кого еще хвалить? Важно не это. Когда Сократ закончился, все стали его хвалить, а Аристофан... Да, да. То есть все довольны его речью. А Аристофан, потому что Сократ говорит вот прямо сейчас? Товарищ, да, 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 да. Потому что товарищ. Вдруг в наружную дверь стучали так громко, словно явилась целая прага гуляк, и послушались звуки флейты. Эй, слуги, сказал Агафон, поглядите, кто там, и если кто из своих, просите. Полемику Аристофана и Сократа прерывает Алкиат. Но, как и все в этом диалоге, Алкиат делает это ненамеренно. А если нет, скажите, что мы уже не пьем, а прилегли отдохнуть. Что мы уже не пьем, но они не пили. Ну да, в смысле, скажите, что попойка закончилась, потому что звуки флейты несут с собой развлечения. Мы здесь не развлекаемся. Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и громко кричал, спрашивая, где Агафон, и требуя, чтобы его провели к Агафону. Точно так же, когда Агафон говорит, эй, мальчик, пойди, приведи Сократа, и Сократ не идет. Точно так же, когда Агафон говорит, эй, мальчик, пойди, прогони Алкивиада, Алкивиад не уходит. В смысле, у Сократа и Алкивиад очень похожи во многом. Его провели к ним вместе с флейтисткой, которая поддерживала его подругу, и другими его спутниками. И он, в каком-то пышном венке из плюща и фиал, и с великим множеством лент на голове, остановился в дверях и сказал. Пьяный Алкивиад, как настоящий бог Дионис, идет под руку с флейтисткой. Во-первых, как вы помните, в самом начале Агафон сказал, Дионис нас с тобой рассудит, Сократ, и вот теперь, вовремя Дионису их рассудить. Во-вторых, тот факт, что Алкивиад возвращает на пил флейтистку, знаменует собой конец пила, в смысле конец философской части пила, в смысле конец логической части пила и начало новой части пила сатировско-селеновской рамы. Здравствуйте, друзья! Снимите ли вы в собутыльнике очень пьяного человека или нам уйти? Но прежде мы увенчаем Агафона, ведь ради этого мы и явились. Вчера я не мог прийти, продолжил он, зато сейчас я пришел, и на голове у меня ленты, но я их сниму и украшу им голову самого, так сказать, мудрого и красивого. С Сократом на пил незванно приходит не один Аристодем. С Сократом на пил незванно приходят два его ученика, Аристодем и Алкивиад. Точно так же, как в Протогории, вслед за Сократом и Гиппократом входят Алкивиад и Критий, точно так же здесь появляется Алкивиад. Алкивиад пришел, чтобы вознаградить Агафона своим венком, вознаградить его за мудрость и красоту. Вы смеетесь надо мной, потому что я пьян? Ну что ж, смейтесь, я все равно прекрасно знаю, что я прав. Но скажите сразу, входить на таких условиях или лучше не надо? Итак, смотрите, смотрите, вы смеетесь надо мной, потому что я пьян. Ну что ж, смейтесь, я все равно знаю, что я прав. Чувствуете Сократовское обрывание? Алкивиад, наученный Сократом, ставит истину выше мнения. Он, в отличие от Агафона, не боится предстать постыдным, не боится предстать постыдным предзнающими. Агафон говорит, я не хочу. Алкивиад говорит, мне все равно, истина выше вашего мнения. Будете выпить со мной или нет? Все зашумели, приглашая его войти и расположиться за столом. И Агафон тоже его пригласил. Да, вы видите, все зашумели, и Агафон тоже его пригласил. И тогда он вошел в поддерживаемые рабами и сразу же стал снимать с себя ленты, чтобы повязать имя Агафона. Ленты свисали ему на глаза, а потому он не заметил Сократа и сел рядом с Агафоном, между ним и Сократом. Вы можете замечать эту шутку. Алкивиад – это политик, Алкивиад – это тиран. И, естественно, всякого тирана поддерживают рабы. И тогда он вошел в поддерживаемые рабы. Между ним и Сократом, который потеснился. Усевшийся рядом с Агафоном, Алкивиад поцеловал его и украсил повязками. И Агафон сказал… Алкивиад выполняет ровно то, что собирается выполнить. Самый мудрый и красивый из присутствующих – это Агафон. Он заслуживает ленты. Но Алкивиад так делает только потому, что ленты случайно застилают ему глаза, и он не видит Сократа, когда садится между ним и Агафоном. И Агафон сказал… Разуйте слуги Алкивиада, чтобы он возлег с нами третьим. С удовольствием сказал Алкивиад. Но кто же наш третий с трапезник? Естественно, Алкивиад не может быть третьим. Поэтому он говорит, кто третий. И обернувшись, он увидел Сократа и, узнав его, вскочил на ноги и воскликнул. О, Геракл, что же это такое? Да, смотрите, Алкивиад и Сократ – это единственные, кто клянутся здесь, в мире. Сократ клянется, потому что его беседа не происходит на пире, она происходит за много-много лет. Алкивиад клянется, потому что пир закончен, и боги вернулись. Это ты, Сократ, ты устроил мне засаду и здесь. Это, конечно, у тебя привычка – внезапно появляться там, где тебя никак не предполагаешь увидеть. Да, но достаточно посмотреть на Алкивиада первого и протагога. Зачем ты явился на этот раз? И почему ты умудрился возвлечь именно здесь, не рядом с Аристофаном или с кем-нибудь другим, кто смешон или нарочно смешит, а рядом с самым красивым из всех собравшихся? С точки зрения пьяного, то есть честного алквера, Сократ и Аристофан должны сидеть вместе. Сократ и Аристофан смешны и нарочно смешат. Ну, вы видели, как Аристофан был смешон, когда на него напал Икота. И вы видели, как он нарочно смешил, когда всякие шутеечки делал. С точки зрения большинства, Сократ ничем не отличим от Аристофана. Он комик, он шут, в том смысле, что он и есть повод для смеха, и дает повод для смеха. И Сократ сказал, постарайся защитить меня, Агафон, а то любовь этого человека стала для меня делом нешуточным. Этого мужа, конечно же. А то любовь этого мужа стала для меня делом нешуточным. С тех пор, когда полюбил его, мне нельзя не взглянуть на красивого юношу, не побеседовать с каким-либо красавцем, не вызывая неистовое явности Алкивиада. Да, полюбил-то Алкивиада Сократ, а ревнует почему-то Алкивет. Который творит мне весь что, ругает меня и доходит чуть ли не до рукоприкладства. Обвинение в рукоприкладстве будет взаимным, и Алкивиад скажет, Сократ меня бьет. И только в самом конце мы поймем, что он имеет в виду, когда он скажет, вот только что Сократ меня побил. Смотри же, как бы он сейчас мне натворил чего, помни нас. А если он пустит в ход силу, заступись за меня, ибо я не на шутку боюсь безумной влюбчивости этого мужа. Этого мужа, да. Итак, влюбился Сократ, ревность испытывает Алкивиад. Это напоминает нам историю о влюбленном и невлюбленном из Федора. Сократ говорит Федору, не отвечай влюбленному, отвечай невлюбленному. И это, кажется, формирует стратегию Сократа, о которой мы уже говорили. Сократ притворяет, что любит, а на самом деле не любит. Таким образом, любимый постепенно превращается во влюбленного. Нет, сказал Алкивиад, примирения между мной и тобой быть не может, но за сегодняшнее я отплачу тебе в другой раз. Сократ обвиняет Алкивиада в ревности к красоте, когда Сократ смотрит на кого-то красиво. А Алкивиад обвиняет Сократа в ревности к победе. Сократ ревнует, потому что Алкивиад украсил веком Агафона, а не Сократа. И все это маркируется клятвой отмщения. Я отомщу тебе. Алкивиад несколько раз скажет, что собирается отомстить. Потом, когда он начнется влечь, он скажет, что это и есть месть. А потом, когда эта лечь закончится, Сократ скажет, что это не месть. В смысле, я знаю, в чем твоя месть. Ты собираешься отвратить от меня Агафона. А у меня вопрос. А где мы здесь видим, что Сократ ревнует, что Алкивиад украшает линком Агафона? А вот сейчас, а сейчас Агафон продолжал он? А сейчас Агафон продолжал он. Дай мне часть твоих повязок. Мы украсим и эту удивительную голову, чтобы владелец ее не упрекал мне за то, что тебя я украсил. А его, который побеждал своими речами решительно всех, и притом не только позавчера, как ты, а всегда его украсил. Да. Собственно, Агафон говорит, Дионис раз нас уйдет. Приходит пьяный с литийской рюкки вят и говорит, извини, дорогой друг, ты не победитель в этом соревновании, потому что ты победил только вчера, а Сократ побеждает всегда. И Дионис решает в пользу Сократа. И всех несколько лет он украсил ими Сократа и расположился за столом. А расположившись, сказал, Эй, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор. Заметьте, Алкивиад приказывает, а потом говорит, на это все согласись. В смысле, это Телания со всеобщего согласия. Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем пира буду я. Да, симпозиархом станет Алкивиад. Итак, пусть Агафон велит принести чару побольше, если такая найдется. А, впрочем, не нужно. Лучше пищи-ка ты сюда, мальчик, вон ту холодильную чашу, сказал он, увидев, что в нее войдет Тел-8, если не больше. Наполнив ее, он выпил сначала сам, а потом велел налить Сократу, сказав при этом, Сократы, друзья, затея мои не почем. Он выпьет, сколько ему не прикажешь, и не опьяни, и не чуточки. Алкивиад знает ровно то, что знают все остальные присутствующие на перу. Зачем он наливает Сократу? Если он пьяный, разве его цель не напоить всех остальных? Но если его цель напоить всех остальных, как он говорит ранее, какой смысл подавать вино Сократу, который не пьет? Хорошо, давайте дальше. Мальчик наполнил чашу, и Сократ выпил. Да, видите, Сократ тоже подчиняется этой тирании Алкивиада. Тогда Эрик Семах сказал, что же это такое, Алкивиад? Неужели мы не будем ни беседовать за чашей, ни петь, а станем просто пить, как пьют для утоления жажды? Да. Эрик Семах, как и симпозиарх, бывший, в смысле сброшенный из пьедестала, он сопротивляется, но он не запрещает пить, как он запрещал в прошлый раз, потому что он уже проиграл. Он говорит, может, мы будем пить с какой-то целью? Пить для утоления жажды – это потрясающе, потому что у нас есть Лакедимонская политея Ксенофонта 5.4. Ксенофон говорит, что Лакедимон, желая устранить пьянство из сеситей своих граждан, повелел не пить по поводу, а пить, как пьют для утоления жажды. Это ирония Ксенофонта, потому что пить, как пьют для утоления жажды, значит пить подвольцов в день. А Эрик Семах – достойнейший сын достойнейшего и благоразумнейшего отца? Эрик Семах – достойнейший сын достойнейшего и трезвейшего отца. Вот, Сафросюная в данном случае – трезвость. Это ведь показывает на то, что Эрик Семах – нетрезвейший сын трезвейшего отца. В смысле, Эрик Семах так отступает, потому что он уже и сам немного... «Здравствуй, Эрик Семах!» – назвался Алкивиад. «Здравствуй, здравствуй!» – сказал Эрик Семах. «Но как же нам быть? Как ты прикажешь? Ведь тебе надо слушаться!» И смотри, какая шутка! Алкивиад тиранический приказывает Эрик Семаху стать тираном. «Мы тебя все будем слушаться!» И для этого он приводит строчку из Гумера. «Стоит многих людей один врачеватель искусный». Эта строчка о Махаоне. Махаон – это сын Асклепия. Махаон хуже, чем Асклепий, потому что Асклепий успел стать богом и основал врачевательное искусство. Махаон ничего из этого не сделал. В смысле, ты достойнейший сын достойнейшего и трезвейшего отца. Что это за история? Дело вот в чем. В Илиаде куча героев ранена, и куча героев может спасти только врач. Махаон. Идея проста. Врач ценен, потому что он не может сражаться, но он может спасать жизни героев. Это значит, что врача надо слушать в решающих вопросах жизни и смерти. Ну, понятно, если вы хотите жить, то надо слушаться врача. Но это в свою очередь значит, что его надо еще сильнее слушаться во всех нерешающих вопросах. В вопросе питья и непитья. Распоряжайся, как тебе будет угодно. Алкевиат говорит, я знаю, поэтому мне все равно, что вы скажете. А теперь он говорит, ты знаешь, поэтому ты будешь тираном. Так слушай же, сказал Эрик Симах, до твоего прихода мы решили, что каждый из нас по очереди, начиная справа, скажет, как можно лучше речь об Эросе и прославит его. И Эрик Симах говорит, я сделаю так, как ты сказал. Эрик Симах и Алкевиат становятся заодно. Эрик Симах подчиняется Алкевиату. Эрик Симах обвиняется в уродовании герма. И вот все мы уже свое сказали. Ты же речи не говорил, а выпить выпил. Поэтому было бы справедливо, чтобы ты ее произнес, а произнеся дал любой наказ Сократу, а тот потом своему соседу справа и так далее. Мы знаем, что Сократ сидит последним. Мы знаем, что Алкевиат садится между ним и Агафоном. Справа от Алкевиада Сократ. Алкевиат должен выпить, превознести Эроса. Но Сократ не может этого сделать, потому что он уже этого сделал. Поэтому должен начаться новый ход. Поэтому они уже должны не превозносить Эроса, а превозносить того, ну, начиная с Сократа, как я понимаю, да, сейчас еще разочек. А произнеся дал любой наказ, кого превозносить Сократу, потому что Эроса он не может превозносить. А тот своему соседу справа. Кто сосед справа от Сократа, если Сократ последний? Да, если это Круг, то значит это Федор. И мы видим, Алкевиат связан с Эксимахом, потому что Эксимах согласился принять его тиранию, то есть стал его сообщником. А потом Эксимах связывает Алкевиада с Федором, вторым обвиненным. Делая Федора сообщником Алкевиада, ровно как и Сократа. Эксимах подставляет несчастного мальчика. Все это прекрасно, отвечал Алкевиад, но пьяному не по силам тягаться фасноречии с трезвым. Да, и когда Алкевиад произнесет свою речь, Сократ ответит ему, да ты видно совершенно трезв, 222 С, тем самым утверждая слова Алкевиада. А кроме того, дорогой мой, неужели ты поверил всему, что Сократ сейчас говорил? Разве ты не знаешь, что бы он тут ни говорил, все обстоит как раз наоборот? И вот тут мы должны остановиться, потому что Алкевиад только что пришел. Он не знает, что говорил Сократ, но он знает, а мы же всех присутствующих к Сократу, что что бы он ни говорил им, на самом деле все обстоит совершенно иначе. Диалектика. А теперь мы должны с вами задаться вопросом, а что Сократ им говорил? Иными словами, мы должны попытаться суммировать речь диатимы, а потом перевернуть ее. Если мы, конечно, собираемся поверить пьяному Алкевиаду, который совершенно трезв. Итак, что же именно говорил Сократ? Чем он пытался убедить присутствующих? Во-первых, он пытался убедить присутствующих, что все присутствующие неправы, включая и Аристофана, против которого Сократ говорил, что мы готовы потерять часть своего тела, потому что считаем, что благо выше, чем свое. Во-вторых, Сократ говорил, что изначальное человеческое стремление – это стремление к счастью, которое получается только тогда, когда мы захватываем благо и удерживаем благо бесконечно. Эта история превращается в стремление к бессмертию, потому что высшее благо – это основание всякого блага. Высшее благо – это жизнь, и мы собираемся жить вечно. Мы не можем жить вечно, поэтому мы смотрим на то, чем люди похожи на животных и отличаются от животных. Мы смотрим на Эрос как на психологическое явление. И говорим себе, животные испытывают Эрос, Эрос не рационален, Эрос – это то, что объединяет людей и животных. Животные, испытывая Эрос, делают две вещи – рожают, в смысле, зачинают и рожают, и умирают в попытке защитить то, что они родили. Важней от животных, говорил Сократ, у людей есть еще один способ к бессмертию, когда они занимаются не прокреацией, а когда они занимаются достижением вечной славы, посредством либо создания чего бы то ни было, поэзис, либо через поэзию, чисто, либо через политику, которая отражается в поэзии. Все эти две вещи – политика и поэзия – вместе рождают различные добродетели, центральными из которых являются Сафросюны и Декорисюны – умеренность и справедливость. После этого Сократ останавливается и говорит, есть супертайна, и начинает рассказывать эту супертайну. Супертайна заключается в лестнице Диатимы, в восхождении от различных уровней прекрасного к финальному уровню прекрасного, прекрасному самому по себе, которое есть чистое созерцание, а не созерцание, рождающее подлинный добродетель, а не рождающее различные добродетели, ведущие к бессмертию через поэзию, слэш-политику. На этом Сократ останавливается. И Алкивят говорит, все это неправда. Все это неправда, а значит, никакая подлинная добродетель, никакому подлинному бессмертию не ведет. Бессмертие – это не цель, потому что бессмертие недостижимо. Достижимо только семьи бессмертия, как мы прекрасно понимаем. Бессмертие – не цель, оно недостижимо. Если это так, тогда вопрос, в чем же, собственно, заключается счастье, если счастье удерживать благо вечно невоплотимо? Удерживать благо как можно дольше? Сомневаюсь. Да, меня тоже сомневаюсь. Вообще не удерживать благо? Не удерживать благо, не иметь благо, не быть благим. Да, просто жизнь и жизнь. Да, просто жизнь и жизнь. Да. Если бы это было так, то Алкивят бы не бегал, конечно, от Сократа с его речами и не говорил бы, что когда я слышу его речи, моя жизнь воистину ничего не стоит. Мне кажется, что мы во многом, обсуждая речь Сократа, естественно, забегая вперед, уже во многом определили те проблемные места, на которые указывает Алкивят, когда говорит, что Сократ во всем собак. Но это не значит, что мы нашли все проблемные места, потому что проблемные места еще остались. Ну, например, проблемное место, которое мы нашли – это любовь к себе. Сократ пытался опровергнуть любовь к себе и сказать, что ее не существует по нескольким причинам. Мы же все-таки указали на то, что финальная любовь – это все равно любовь к себе. Может быть, Алкивят на это намекает? Алкивят есть гиперэгоист, который думает только о себе. Даже его патриотизм – это патриотизм детей, а не патриотизм отцов. А помните, он говорит у Фукидида, «Отечество – это родина для детей, а не родина отцов». То есть он даже в этом направлен вперед. Но есть наверняка что-то, что мы упустили, и к чему вы всегда можете вернуться и перепочесть все еще раз, полагаясь на мудрость Алкивят. Ведь это он, стоит лишь мне при нем похвалить не его, а кого-нибудь другого, Бога или человека, или сразу же дает волю рукам. Да, ну, рукоприкладство все еще здесь, они идут друг друга обвинять дальше. Сократ никому не поклоняется. В этом смысле Сократ отличается от своих последователей. Аполлодор и Алистадем, кажется, считают, что их жизнь никчемна, но есть жизнь, которая стоит жизни – Сократ. Все люди ничтожны, но Сократ – суперчеловек. Сократ не поклоняется никому. В смысле Сократ точно знает, что нет никаких суперлюдей. Почему? Потому что он и есть суперчеловек? Или потому, что он также считает себя ничтожным? Если да, то его трезвость отличается от их мнений именно тем, что они, унижая себя и всех окружающих, возвышают Сократа, а Сократ, унижая себя и всех окружающих, не возвышает никого. Сократ никому не поклоняется, и Сократ при этом не хочет быть вторым. Сократ не потерпит, чтобы я в его присутствии кого-то превозносил. Если Аполлодор готов, чтобы в его присутствии превозносили Сократа, если Алистадем готов, чтобы в его присутствии превозносили Сократа, Сократ не собирается слушать никаких других превоснесений. Получал бы лучше, сказал Сократ. И Сократ оскаливается. Алкивиад не злой. Алкивиад не хочет никого обидеть. Но, быть может, он попал в цель. Ведь только что Сократ говорил нам о том, что есть нечто лучшее, чем он сам. О созерцании чего-то лучшее, чем он сам. А теперь, когда Алкивиад говорит «не нет такого», Сократ говорит «а ну-ка, помолчи». Нет, что бы ты ни говорил, возразил Алкивиад, я никого не став хвалить в твоем присутствии. Клянусь Посейдоном. Алкивиад принимает вызов в ответ на оскал. И принимая вызов в ответ на оскал, он клянется Посейдоном. Почему Алкивиад в первый раз клянется Гелеком? Мне сказать сложно. Быть может, в этом сократа шутка. Сократ клянется Зевсом. У Зевса есть сын. Гелеком. Алкивиад – это как бы духовный сын Сократа. Поэтому Алкивиад клянется не Зевсом, а Гелеком. Но почему он клянется Посейдоном теперь? Я, скорее всего, знаю. Дело в том, что комедия облака Аристофана, комедия про Сократа, комедия про то, как Сократ возвращает юного мальчика Фидипида, и комедия, которая показывает, что возвращение включает в себя инцесты и отца убийства, и что несчастный отец Фидипида, Стрепсиад, не может вытерпеть инцеста, хотя может вытерпеть убийство. Так вот, эта комедия начинает с того, что Стрепсиад оказался в долгах, потому что его сын любит коней. А коней – это очень дорого. И Стрепсиад думает о том, как не платить долги. Он слышал про некоего софиста Сократа, который обладает целой школой. В правильном и хорошем переводе эта школа называется «мысликурня» или «мыслиля», а по-английски «фингтэнк». Что Сократ обладает некой школой, и что он способен научить, как не платить по счетам, как не платить долги. И Стрепсиад придумывает суперплан. Он отправит своего сына в школу к Сократу, чтобы тот, научившись, как не платить долги, отварил всех кредиторов. Вы знаете эту историю. Фидипид говорит Стрепсиаду и к черту. Стрепсиад все еще любит своего сына, поэтому говорит, хорошо, я пойду сам. И происходит долгая, значит, поход Стрепсиаду в школу Сократа. Сократ пытается его научить, Стрепсиад дурак, ничего не понимает. И все-таки в конце концов Фидипид соглашается пойти учиться. Заканчивается это тем, что Фидипид ни от каких кредиторов отца спасать не собирается. Если до школы Сократа Фидипиду интересовали кони и скачки, то после школы Сократа Фидипиду не интересуют даже деньги. Не говоря уже собственного отца и собственной мать. Хорошо. Но дело не в этом. Это все контекст. А суть в том, что клятва псейдоном это первая клятва, когда Стрепсиад собирается склонить своего сына, пойти учиться к Сократу. Он спрашивает Фидипля, сыночек, ты меня любишь? И Фидипид говорит, если вы были детьми, вы знаете эту логику. Поклянись, что ты меня любишь. Клянусь, что я тебя люблю. Отлично, ты меня любишь, а теперь поклянись, что сделаешь, как я прошу. И Стрепсиад говорит, поклянись, что ты меня любишь. И Фидипид клянется Посейдоном-конником. И тогда Стрепсиад кричит, нет-нет-нет, только не кони, пожалуйста. И говорит, ну хорошо, ты меня любишь. А теперь, раз ты поклялся в любви ко мне, пойди учиться к Сократу. И Фидипид клянется Дионисом, что он не будет соблюдать клятву, которую только что было. Фидипид клянется Дионисом и Посейдоном. Посейдоном в ответ на любовь Стрепсиада. Алкивиад и есть Дионис, но он клянется Посейдоном в ответ на просьбу Сократа замолчать. Иными словами мы видим двойное отношение. Отец-сын, как Зевс и Геракл. И отец-сын, как Стрепсиад и Фидипид. Ну что сказал Эрик Симах, в таком случае воздай хвалу Сократу. Да, и очень важно, почему я могу сделать этот прыжок. Потому что чуть ниже Алкивиад возьмет и просто процитирует кусок облаков. Это цифра-то из облаков. И значит это укол, в ответ укол в сторону Сократа. Что-то Эрик Симах воскликнул Алкивиад. Неужели, по-твоему, я должен напасть на него и при вас отомстить ему? Да, смотрите, Алкивиад говорил, я тащу тебе потом. Но тиран-то теперь Эрик Симах. Эрик Симах говорит, отомстяй-ка. И Алкивиад говорит, как же так, неужели придется мстить сейчас? Похвала Сократу и месть Сократу. Это одно и то же. Почему? Потому что Алкивиад пьян, и он будет говорить правду. Сократ говорил, подлинная риторика заключается в том, чтобы скрывать уродливую часть правды и произносить красивую часть правды в правильном порядке. А Алкивиад пьян, поэтому честен. Он собирается сказать всю правду точка. И это и будет его месть Сократу. Послушай, сказал Сократ. Что это ты задумал? Уж не собираешься ли ты высмеять меня в своем похвальном слове? И Сократ понимает, что нужно переводить беседу в другое русло. Это не будет правда, это будет месть. Потому что месть и правда – это разные вещи. Ты собираешься высмеять меня. И Алкивиад ему отвечает. Я собираюсь говорить правду. Да не знаю, позволишь ли? Алкивиад собирается говорить правду. Он собирается говорить всю правду. И он собирается сыграть на Сократе. Сейчас он скажет, а если я солну, останови меня. И ни разу за всю речь Алкивиада Сократ не вмешается. Хотя призыв остановить его, если он умжет, будет возникать несколько раз. Это ровно та причина, по которой Сократ подтверждает Аплодолу, что это все было, но не рассказывает этого. Потому что рассказ об этом сначала был полный рассказ полной правды. Уродливой правды. Поэтому Сократ только говорит, да, такое было. Точно так же и здесь, когда Алкивиад начнет описывать правду, Сократ будет только своим молчанием подтверждать, что это правда. Правду, ответил Сократ, я не только позволю, но и велю говорить. Сократу некуда дваться, и он соглашается с тем, что надо говорить правду. Ну что ж, не примену, сказал Алкивиад, а ты поступай водка. Едва только я скажу неправду, перебей меня, если захочешь, и заяви, что тут я соврал. Умышлено врать я не стану. Но если я буду говорить не связно, как подскажет память, не удивляйся. Да. Вот это ровно то, что Алкивиад говорит в 199b, и что он говорит в Апологии 17b и 18a. А тот факт, что Алкивиад повторяет речь Сократа из Апологии, вступление Сократа из Апологии, означает, что это судебная речь. И в данном случае это обвинительная речь. Он даже будет говорить, господа высяжные. В смысле, вы судьи. Едва только я скажу неправду, перебей меня, если захочешь, и заяви, что тут я соврал. Умышлено врать я не стану. И вот два притязания. Первое. Я не буду лгать умышленно, но я пьян. Поэтому я могу лгать неумышленно. Второе. Если я буду лгать неумышленно, ты меня можешь остановить. И это важное замечание. Можешь остановить. Не должен остановить. Сократ не останавливает его никогда. Нам кажется, что этим маркирует полную правдивость Алкивиада. Но, быть может, есть какая-то ложь, красивая ложь, которая идет на пользу Сократу. И поэтому он не останавливает Алкивиаду. Но если я буду говорить несвязно, как подскажет память, не выделяйся. Не так-то легко перечислить по порядку все твои странности, да еще в таком состоянии. Да. И Алкивиад употребляет слово атопия. Атопический. Атипичный. Такое же слово, но уже в качестве ругательств против Сократа выдвигает пол в Горге. Горге 494D. Ты очень странный Сократ, ты не такой, как все. Хвалить же, друзья мои, Сократы я попытаюсь путем сравнения. И смотрите, и Алкивиад в сократическом духе собирается хвалить Сократа поэтически. По крайней мере, пока. Он не будет говорить о реальных действиях Сократа. Он будет сравнивать Сократа с селенами и сатирами. Он верно подумает, что я хочу посмеляться над ним, но к сравнениям я намерен прибегать ради истины, а совсем не для смеха. Алкивиад собирается прибегнуть к поэтическому преувеличению, к поэзии. Не для того, чтобы преувеличить что-то, а для того, чтобы сказать правду. Более всего, по-моему, он похож на тех селенов, которые бывают в мастерских воятелей, и в которых художники изображают какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Да, давайте будем постепенно разбираться. Я уже рассказывал вам историю селенов, поэтому я коротко повторюсь. Селен – это предводитель сатиров, царь сатиров. Селен обладает великой мудростью. Царь Мидас собирается, поймав Селену, заполучить эту мудрость. Равно как Алкивиад собирается поймать Сократа в своей сети и заполучить величайшую мудрость. Когда, наконец, это происходит, Мидас допытывается, что для человека есть самое лучшее. И Селен отвечает, наилучшее для человека было бы совсем не родиться, а если уж родился, то наилучшее – побыстрее умереть. Прямо все в нашем контексте. Не родиться, а если родился – побыстрее умереть. То есть трагедия ведь, правда, речь идет о смерти, а значит трагедии. Законы 817 А.Б. Безымянный афинянин о трагедиях. Что же касается творцов трагедии, считающихся серьезными, то если кто из них придет задаст такой вопрос – чужезенц, приходите ли нам в ваше государство и в вашу страну или нет? Вводите ли нам у вас свои произведения? Или вы приняли иное решение? Какой ответ мы были бы вправе быть божественным этим людям? Мне кажется такой. Достойнейшие из чужезенцев, сказали бы мы им. Мы и сами творцы трагедии, наикраснейшие, сколь возможно, и наилучшие. Ведь весь наш государственный строй представляет собой поражание самой прекрасной и наилучшей жизни. Достаточно. Наилучшая жизнь и есть наилучшая трагедия. И в этом плане Силен абсолютно прав. Жизнь – это трагедия. Аристафан абсолютно прав. Жизнь – это трагедия. Сократ абсолютно прав. Жизнь – это трагедия. И Алкивиад это знает. Но выход Алкивиада, в отличие от выхода Аристафана, это не комедия. Выход Алкивиада – сбежать от Сократа. Перестать его слушать, потому что, послушая его, он приходит в ужас. Более всего, по-моему, он похож на всех селинов, какие бывают в мастерских воятелей, в которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в руках. Да. Чуть-чуть дальше Алкивиат будет все сильнее и сильнее и напирать на то, что Сократ флейтист. Ну, как сатирмазки. Если раскрыть такого селина, то внутри у него оказывается изваяние богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия. Что исходит с селенами внешний Сократ, этого ты, пожалуй, и сам не знаешь оспаривать. Итак, Сократ не просто похож на каких-то селенов. Сократ похож на конкретного селена, на сатира Марсия. И нам пришло время рассказать историю с сатира Марсия. Давайте попытаемся соединить все это вместе, потому что флейта это решающая здесь. Вы помните, что флейта это инструмент бога Диониса. Дионис заигрывает с флейтисткой в лягушках. Лягушке 12.61. Эриксимах предлагает убрать флейтистку. 176Е. Алкивиад возвращает флейтистку. 212ДЕ. Как я вам уже рассказывал, Алкивиад это первый юноша, который отказался играть на флейте. Плутарх, Алкивиад 2. То же самое в Платоне Алкивиад 1. 106Е. То же самое в политике. Политика 13.41А. 15.40. Но при этом он обвиняет Сократа в том, что Сократ флейтист. 215С. История Марсия вам уже известна, потому что я вам ее уже рассказал. Но я напомню еще разочек. Афина играет на флейте. Видит, как Гера и Афродита смеются над ней из-за плечей богов. Она спускается вниз на землю, подходит к воде и начинает играть на флейте. И видит, в чем причина смеха ее родственниц. Ее лицо изуродовано. Она надувает щеки. Ее лицо красненет. Поэтому в ярость она бросает флейту на землю. Флейту поднимает тот самый флейтист Марсий. Афина и город. Марсий достигает в игре на флейте великих достижений. И поэтому он начинает гордиться собой. У него проявляется гюбрис. И в своем гюбрисе Марсий бросает вызов Аполлону. Аполлону и его игре на кефаре. Судить игру Марсия и Аполлона должны Вакханке. Орфей и Вакханке. И победитель может сделать с проигравшим все, что захочет. В этом есть гюбрис. Марсий уверен, что он победит Аполлона. Аполлон побеждает. И когда Аполлон побеждает, Аполлон сдирает с Марсия шкуру заживо. И надувает ее. Внутри шкуры Марсия в воздух. Марсий пустой. Когда Алкивиад говорит, что Сократ как Марсий. А потом говорит, что Сократ болен гюбрисом. Он намекает на то, что гюбрис Сократа закончится сдиранием шкуры. И он действительно закончится сдиранием шкуры. Но об этом узнаем чуть ниже. Приход Алкивиада и его слова о Марсии знаменуют собой конец драматической арки об Аполлоне и Дионисе. Аполлон мстит Дионису. Арка начинается, когда слуги Диониса нападают на сына Аполлона. Вакханке раздирает Орфея. Эта арка начинается, когда Федор нападает на Аполлона. На Орфея. Эта арка развивается, как вы помните. Сначала нападением на Аполлона. Затем провальной попыткой превознести Аполлона. Затем изображением Аполлона, как работающего вместе с Зевсом. Затем превознесением Аполлона над всеми остальными богами. И наконец местью Аполлона Дионису. Но Алкивиад говорит кое-что еще. А именно, что шкура Марсия не пустая. В смысле, что внутри Вселенной находится бог. Когда мы раскрываем фигурку Вселенной, уродливую и некрасивую, внутри золотая статуэтка бога. Запомните это, это пригодится позднее. Пока что Алкивиад умстит. Ты похож на сатирру Марсия. Ты кончишь, как Марсий. Гюблис доведет тебя до смерти. А что ты похож на них и в остальном, об этом послушай. Скажи, ты версткий человек или нет? И вот здесь и есть слово Гюблис. Если ты не ответишь утвердителя, у меня найдутся свидетели. И смотрите, чтобы, не дай бог, Сократ не начал говорить, что он умерен. И чтобы подчеркнуть, что это суд над Сократом, Алкивиад говорит, есть свидетели. Далее, разве ты не флейтист? Флейтист, и при том куда более достойный удивления, Марсий. Тот завораживал людей силой своих уст с помощью инструмента, как, впрочем, и ныне еще любой, кто играет его на певы. Те, которые играл олимп, я, кстати сказать, тоже приписываю Марсию. Олимп это ученик Марсия. Так вот, только на певы Марсия играет ли их хороший флейтист или плохая флейтистка, одинаково увлекают слушателей, и благодаря тому, что они сами божественны, обнаруживают тех, кто испытывает потребность в богах и таинствах. Не важно, кто исполняет напевы Марсия, эти напевы все равно работают, потому что они божественны, и потому что они обнаруживают внутри тех, кто их слушает, потребность в богах и таинствах. Сократ это Марсий. Не важно, кто играет на певы Марсия. Кто играет на певы Марсия? Аполлодор и Аристодем. Не важно, насколько плохо они играют на певы Марсия, это все равно работает, потому что они обнаруживают стремление к божественным нас, слушателях. Да, очень просто. Маленький комментарий. То, что Сократ Малатерин, в качестве свидетелей Алкера, то есть кого угодно, так что вы только что-то и мальчиками. Сократ ты единственный, кого Алкера знает, чаши начали. Да, 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 да. По крайней мере, нам не говорят, что чаша пошла дальше, это правда. Алкерят, правда, не говорит, что речь именно об этом, но имеет право. Главное, что Сократ не отвечает. Итак, Сократ похож на Марсия внешне, Сократ похож на Марсия гюбрисом, только гюбрис Марсия заключается в том, что Марсия бросил вызов богу. И Сократ похож на Марсия мастерством извлечения звуков и извлечения людей. Только это теперь звуки флейты, а звуки голоса, речь. Марсий бросил вызов Аполлону. А когда мы открываем Аполлонию, мы видим, как Сократ рассказывает нам историю о том, как эссофиста он превратился в философа. Как он пытался опровергнуть и опроверг, сбегая вперед, эльфийский оракул. Эльфийский оракул – это оракул Аполлона. Сократ бросил вызов Аполлону, но убедил. Ты же ничем не отличаешься от Марсия, только достигаешь того же самого без всяких инструментов одними речами. Единственное отличие Сократа от Марсия заключается именно в том, что Марсий проиграл, а Сократ победил. Когда мы, например, слушаем речь какого-нибудь другого оратора, даже очень хорошего, это никого из нас правду сказать не волнует. А слушая тебя или твои речи в чужом, хотя бы и очень плохом пересказе, все мы, мужчины и женщины и юноши, бываем потрясены и увлечены. Да, напевы Марсия увлекают тех, кто, как в случае с Флейтой было вышесказано, тех, кто и так уже демоничен. Сократ увлекает всех. Только те, кто уже демоничен, способны понять, о чем он говорит, но его речи предназначены для всех, и для женщин, и для мужчин, и для юноши. И заметьте, алкевиат не только на деле приносит женщину, он еще и на словах наконец-то приносит женщину. Что касается меня, друзья, то я, если бы не боялся показаться вам совсем пьяным, под кляткой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь еще испытываю от его речей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у беснущихся карибантов, а из глаз моих от его речей лица слезы. Достаточно. И это следующая связь, которую устанавливает нам Платон. В Критоне 54D это самый конец, когда Сократ говорит, нельзя бежать. И Сократ говорит Критону. Уверяю тебя, милый друг Критон, мне кажется, что я все это слышу, как карибанствующим кажется, что они слышат флейты. И отголосок этих речей будет во мне так, что я не могу слышать ничего другого. Эти речи, это речи законов и государства, которые говорят, не уходи, ты нас погубишь. Кто такие карибанствующие? И при чем здесь флейта? Причем здесь флейта как бы понятно. А вот кто такие карибанствующие? Это хороший вопрос. Карибанствующие – это члены культа Кибеллы, Матери Богов. Но дело не только в этом. Карибанствующие – это кастраты. А их беснование, давайте так, заключается в самоистязании. Сократ как карибанствующий. Сократ бесплоден. Сократ – служитель культа Матери Богов. Боги заменяются идеями, но он не служит идеям. Сократ не служит облакам. Облака служат чему-то другому. Кто мать идей? Я хотел услышать от вас фула мудрость. И тогда получается, что все как бы сходится. Сократ – это поклонник мудрости Матери Богов. В смысле, кастрированный поклонник, самоистязающийся поклонник мудрости Матери Богов. Окей, что всегда мудрость. А теперь мы должны прочитать всего Платона, потому что ответ на вопрос, что такое мудрость, ответ на вопрос, что такое философия. Любовь к мудрости. То есть любовью к чему является любовь к мудрости, то есть философия. И главное, что кастратам-то чувствуют себя алкевиат. То есть они все-таки сродни друг к другу. И это большая проблема для алкевиата. То же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая перихлы других превосходных ораторов, я находила, что они хорошо говорят, но ничего подобного не испытывал. Душа у меня не приходила в смятение, негодуя на рабскую мою жизнь. Да, а в случае Сократа приходила. Сократ позволяет алкевиаду чувствовать дефективность человеческого, чувствовать трагедию или ощущать трагедию человеческую. Но алкевиат не познает этой трагедии, потому что алкевиат, чувствуя это неприятное ощущение, бежит от Сократа. Помните, Диатима говорит, знание забывается. Быть может, одним из форм ответа над знанием страшного положения человека является отказ от этого познания, забытие. Быть может, мы можем даже сказать, что это забытие возвращает нас или обретает форму возвращения к тому месту, из которого мы выходим. Помните, Аристофан говорит, иди помолись. Алкевиат говорит себе, иди займись политикой, иди спаси город, иди сними котенка с дерева, иди заведи ребенка, иди посади картошку или выкопай картошку. Это вечный круг. То есть, помимо познания истины, с нашей теперь всей точки зрения, существует еще более серьезное усилие в удержании, в напоминании, в не давании себе отвлечься. Сократ завел детей, но он не забыл от этого страшную истину, не забыл от этого дефективность. Сократ ходил на войну, но он не забыл от этого дефективность. Сократ пьет вино, но он не забывает от этого дефективность. Точно так же, как не забывает ее Аристофан, все-таки занимаясь комедией, смеша людей. То, чем мы занимаемся, то, что кажется нам первостепенным, будь это семья, карьера, отечество, неважно, на самом деле всегда должно оставаться для нас, как для философов, второстепенным. Да. Второстепенным. Но первостепенное никуда не ведет. И остается только второстепенное, оно автоматически становится первостепенным. Мы должны верить Сократу. На первостепенное должен быть подлинный ответ. На вопрос, как жить, должен быть какой-то ответ. И этот ответ кажется философией. Потому что если вы не отвечаете на вопрос, как жить самостоятельно, кто-то отвечает за вас, и вы тогда слушаете интересом того, кто ответил за вас. Мама говорит вам, иди заведи ребенка, сколько можно жить? Тебе уже скоро 30, или 40, или 50. И отец говорит вам, я старею, когда ты будешь меня содержать. Где твоя карьера? Где твои деньги? Где твой дом? Прекрати меня обзорить. И коллектив говорит вам, иди юри за меня, потому что зачем ты иначе живешь? И ваш ребенок будет говорить вам, ой, пришло время кормить меня. В смысле, ты же за этим меня и родил? А ну-ка, реши за меня домашнее задание. А ну-ка, приготовь мне суп. И так до бесконечности. Окей, что говорит философия? А чтобы ответить на этот вопрос... Вот один тупик. Нет, 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 это не тупик, это выход. Он просто очень длинный. И вам не нравится, что очень длинный? Нет, смотрите, мы читаем весь пир для того, чтобы ответить на этот вопрос. Ни в коем случае. Мы должны прочесть все вообще диалоги, и держать их в голове каждый раз, как я пытаюсь вам, конечно, отвратительно, но показать. И держа их в голове, попытаться составить какую-нибудь общую картину того, кто такой философ и чем он на самом деле занимается. Вы не можете ждать, что кто-то даст вам ответ. Ответ может быть только ваш самостоятельный. Да, плату вам поможет его дать. В смысле, он проверит вас на самостоятельность. Но вы не можете найти готовую формулу. А этот Марси приводил меня часто в тое состояние, что мне казалось, нельзя больше жить так, как и живу. Да. Апология 38а. Величайшее благо для человека – это каждодневно беседовать о добродетели и обо всем прочем, о чем я с вами беседую, испытываю себя и других. И без такого испытания жизнь не жизнь для человека. Вот что говорит Сократ в апологии, описывая свою деятельность. И Алкивиад говорит, если я не слушаю, как Сократ кого-то испытывает, я не живу. Подлинная жизнь – это только теоретическая жизнь, жизнь беседующая. Это не созидательная жизнь, не практическая жизнь, ни политика, ни поэзия. По крайней мере, так думает Алкивиад. И ты, Сократ, не скажешь, что это неправда. И Сократ не скажет, что это неправда, потому что ровно это он говорит в апологии. А я напоминаю вам, что исторически, в смысле подати написания, апология – первый диалог. Да я и сейчас отлично знаю, что стоит лишь мне начать его слушать, как я не выдержу и впаду в такое же состояние. Ведь он заставит меня признать, что при всех моих недостатках я пренебрегаю самим собой и занимаюсь делами Афинян. Ну, ровно то, что Сократ говорит в апологии 30b, что люди занимаются богатством, почестями, а надо заниматься душой, добродетелью и знанием. Поэтому я точно не слушаю его и пускаюсь от него, как от сирен, наутек. Иначе я до самой старости не отойду от него. Но я напоминаю вам про меморобилию ксенофонта 2.6. Сирены завлекают Одиссея, но не завлекают его команду, потому что Одиссей амбициозен, а его команда нет. Сирены завлекают только тех, кто может услышать их голос по-настоящему. И Алкевиат говорит, я знаю, что Сократ – это моя сирена. В смысле, вы все только что его слушали, но вы не рыдаете, вы даже смеетесь. Только я рыдаю, когда я его слушаю. И в этом смысле только я понимаю, о чем он на самом деле говорит. Помните, напевы Марсия ищут только те, чья душа божественна, кто ищет богопоклонения и таинств. Напевы Сократа достигают на самом деле ушей только тех, кто является потенциальным философом. И Алкевиат, кажется, является таким. Да. У меня такое небольшое замечание. Он говорит, что поэтому я нарочно не слушаю его, потому что я до самой старости не отойду от его. Да. Ну, в смысле, сирены так убивают людей. Они поют, вы все ближе к ним, ближе, ближе, ближе. Вот вы обнимаете их, а они вас кушают, кушают, кушают. Я это к тому, что, ну, то есть, мне кажется, прочитав все диалоги Платона, мы приедем к тому, что нет этого чего-то конкретного, нет этой точки. И тогда философия превращается, как говорил Хаксли, интеллектуалы бегут в книги, то же самое, в принципе, как и работяги гудут в кабаки. Только философия превращает над этим тем, Ну, типа прочь от страшной действительности, вы хотите сказать. Да, да, да. То есть, он говорит, что я до самой старости не отойду, то есть, он всю свою жизнь посвятит этому, и в итоге придет старость, придет смерть, и все. Он хочет сделать выбор в пользу политики, а если он останется с Сократом, он сделает выбор в пользу философии. Он сделает выбор в пользу теории, в пользу рассуждения, а не в пользу действия. И вопрос, что в Валкириаде сильнее, его философское стремление или его стремление быть бессмертным через славу? И ответ его стремление быть бессмертным через славу. Именно поэтому он занимается политикой, именно поэтому фукидит, ксенофон и Платон сделают его бессмертным. И только перед ним одним испытываю я то, чего уж никто бы за мной не заподозрил, чувство стыда. Да, нигде и никогда, кроме диалогов, рассказанных самим Сократом, мы не находим, чтобы рассказчик признавался в своем стыде. Только Сократ способен на это. И вот мы видим, что Валкириаде тоже способен на это. Но вы должны помнить решающий момент. Он пьян. Я стыжусь только его, ибо сознаю, что ничем не могу опровергнуть его наставлений, а стоит мне покинуть его, соблазняясь почестями, которые оказывает мне большинство. Да-да, я опускаюсь от него на утек, удираю, а когда вижу его, мне совесть, потому что я ведь был с ним согласен. Валкириаде проваливается, потому что он не может подняться дальше любви к бессмертию, дальше желания бессмертия, любви к славе. Поэтому с точки зрения Сократа, это провал. Валкириада не удалось поднять выше. И поэтому Сократ идет к агафону. И главное, что когда сейчас Алькириад будет говорить дальше, кажется, он будет описывать лестницу Диатимы. В смысле, он тоже ее прошел, но только до определенного момента. Смотрите, любовь к одному прекрасному телу, ко всем, любовь к прекрасной душе, ко всем прекрасные порядки и обытия, прекрасные науки и философия. Философия – это агафон, поэзия. Прекрасные науки – это рексимах, а прекрасные порядки – это как бы, говорим мы себе, алисофан, а на самом деле Алькириад – политика. И порой мне даже хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хотя с другой стороны, отлично знаю, что случись это, я говоривал бы гораздо больше. Одним словом, я и сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. Алькириад – судья между Сократом и агафоном. Судья должен стоять мыши подсудимых, иначе он не может быть судебным. Но Алькириад говорит, я не могу стоять выше Сократа, тем самым признается, что он плохой судья. Ну еще бы, говорим мы, он же пьяный. Вот какое действие оказывает на меня и на многих других звуками своей флейты этот сати. Послушайте теперь, как похож на то, с чем я сравнил его. Алькириад описывает свою любовь к Сократу как боль, как глубокую рану, которая не сживает и не дает ему нормально жить. То же самое мы находим и в Федре, когда Сократ описывает любовь как боль, как бог ураба. И какой удивительной силой он обладает. Поверьте, никто из вас не знает его, но я, раз уж начал, покажу вам, каков он. Никто из вас не знает его. Алькириад знает Сократа. Ну, мы уже понимаем, что они близки и как они близки. И только Алькириад может сказать им правду, до которой они никогда не дотянутся самостоятельно, потому что они к этому не предназначены. Они все или не все? Если все, почему Алькириад ревнует к Агафону? Кого награждает Алькириад, когда он заходит? Агафона. Он самый мудрый и самый красивый. Самый мудрый, очевидно, что когда он перенаграждает Сократа, самые красивые относятся к Сократу. Если только мы не думаем, что сейчас Алькириад расскажет нам о красивой душе Сократа. Потому что тогда, естественно, красота души уйдет к Сократу. Но самый мудрый получается Сократ, а до него Агафон. И предупреждение Агафона в том же самом подразумевает, что Агафон не знает Сократа не потому, что он не может знать Сократа, а потому, что это первая их близкая встреча. Сократ пришел как в Протагоре впервые совратить Алкивиада, так в Пире впервые совратить Агафона. В Протагоре ему ничего не мешает. Появляется Алкивиад первый, Алкивиад второй. Все это заканчивается взлетом Алкивиада пиром. Взлет Алкивиада в политической карьере, который автоматически маркирует его отказ от Сократа, или вернее Сократа от него. Ты выбрал политику, а выбрал не философию. И выбрав политику, ты выбрал бессмертную слову, а не созерцание идей. А развел Квят не должен был выбрать политику с самого начала. Хорошо, давайте подорвемся.